Здравствуйте друзья, любители живописи. В этом видео я расскажу о краткосрочном этюде в два сеанса. Писать я буду грозовые тучи. Я пересмотрел немало картинок с тучами и выбрал вот эту. Скажу сразу, что лучше наблюдать природные явления в натуре. Хотя кто из нас в детстве не бегал босиком под дождем и даже под сверкающей молнией. Наверное все. Короче, качественная картинка в помощь. Разглядывая эту фотку, сразу понимаю, что если копировать один в один, будет скучная живопись. Поэтому я рассмотрел некоторые живописные материалы с грозовыми тучами, именно у мастеров живописи. Вот один из примеров, картина Ивана Шишкина перед грозой. Она написана без кислотных цветов краски. Картина выдержана в одной гамме. Несмотря на то, что небо грозовое, тем не менее, оно легкое, выполнено в серых тонах. А на картинке с фото, тучи тяжелые, имеют излишнюю синеву. Короче, нужно как-то переводить фото на язык живописи. Поехали. Палитра. Я начал подмалевок именно мощными по звучанию кислотными красками. Травяная зеленая, голубая ФЦ и краплак розовый прочный. Одна яркая краска, непрозрачный, кадмий лимонный и белила. В данной картине, я не соблюдаю правила, не мешать прозрачный с непрозрачными красками. Это этюдный вариант, поэтому мешаю все подряд, как это принято у художников, которые пишут а-ля прима за один сеанс. Из голубой ФЦ, намешал три оттенка синего цвета, в основном для туч. Из краплака с кадмием лимонным, розовато-желтые смеси, естественно на белилах. Эти смеси для просветов в небе и отражения света в лужах. Травяная зеленая, с голубой ФЦ и с кадмием лимонным, для луга и растительности, тоже на белилах. Увлажняю холстик white spirit и понеслось. Пишу этот подмалевок, разбавляя краски двойником, это масло плюс домарный лак, в равных пропорциях. Пишу жидко, а двойник дает краске встать, подсохнуть, уже на следующий день или дня через два. Обычно, в многослойной листировочной живописи, я пишу от светлого к темному. То есть, подмалевок делаю светлее, а затем красками усиливаю цвет или тон. В этом этюде, я пошел от обратного. Подмалевок, особенно темнота тени туч, я решил сделать сильными по тону, используя в основе голубую ФЦ. Даже несколько раз, проходился по теням туч. Так я пробовал специально, зная, что впоследствии, я буду ослаблять эту кислотную синеву, непрозрачными смесями в серых тонах. Но именно эта подложка, даст свой синий оттенок. Короче, смотрите, дальше все покажу и расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот финальная картинка, подмалевка газовых туч. Тучи получились ядерные, темные, а земля светлая. Да, обратите внимание, что на оригинальной картинке практически нет света на земле. Я же решил приукрасить землю. Дал небольшой свет на траве под просветом неба. Этот прием подсмотрен у мастеров, у того же Шишкина. Думаю, что с этим светлым пятном, картина станет веселее. А все остальное пространство земли, как бы окажется в тени самих туч. На следующий день, или через 2 дня, я взялся закончить эти тучи. В палитре, я убрал голубой ФЦ, и вместо нее взял кобальт синий. Также, Краплак, заменил на непрозрачную краску. Кадмий, красный, светлый. Из этих трех цветов краски, синий, желтый, красный, естественно, на белилах, намешал 3 серых цвета, с разными оттенками. Синеватый, серый и красноватый. Это для неба. Небо будет высветляться. Для земли, которую нужно затемнять, буду использовать в основном, две темные краски. Кобальт синий и травяную зеленую. И вот смотрите. Серыми смесями, которые светлее синего подмалевка на тучах, я высветляю их. Только не сплошным покрытием, а с пропусками. Ближе к небесному просвету, немножко впаиваю кадмий красный, также с пропусками. Тучи или облака любят нежность, а именно, плавные переходы от светлого к темному. Градиент называется. Так вот, как только я набираю один участок туч, светлое и темное пятно, то тут же растушевываю границы сухой, мягкой кистью. Это действие я делаю обязательно. Даже если в каких-то местах появится облачная, ну такая небольшая грязь. Так как серая краска светлее синей, она приглушает синеву. Но, растирая ее сухой кистью, сквозь слой и разряженную краску, чуточку просвечивает синева подмалевка. То есть, серая уже становится не серым, а с некой синевой. В этом помогает именно мощная краска голубая ФЦ, которая в нижнем подмалевочном слое. Даже синий просвет неба, справа, остался от подмалевка, с синей краской ФЦ. Он изнутри, как бы светится, сквозь темноту суровых туч. На земле все просто. Я уже говорил, утемняю тени кобальтом синим и травяной зеленой. Также с пропусками, чтобы виднелись светлые массы той же травы на переднем плане. Музыка Если темные места на земле достигли своей темноты, можно пастозно пописать детальки, более светлыми красками, высветлить отражение неба в лужах, почертить травку, ну, в общем, детали, как у кого душа ляжет. Мне в таких работах не очень хочется возиться с мелочью, хотя именно яркие и светлые акценты придадут картине завершенность. Вот, например, я усиливаю пастозно свет на траве, под просветом неба. Смотрите, что получилось. Небо хмурое. Не совсем, но все же чувствуется предгрызовая атмосфера. Ну уж точно, не жаркий летний день. Но что мне не понравилось? А не понравилось, именно зеленый лук. Слишком зелено, хоть и присутствует рыжеватость в некоторых местах. Все это можно исправить двумя способами. Первый. Писать по сырому пастозно, паивая красноту в зелень, ну, приглушать ее. Или второй способ, это дать просохнуть и после поработать лессировками. Только зачем это нужно? Я же небо рисовал. Короче, смотрю я на эту картинку и не особо, мой глаз читает именно само поле. Прямо что-то другое напрашивается. Краски остались. Картина сырая. И увидел я не холмы, а волны. Само напрашивается под эти тучи море. Если писать этими красками, которые на палитре, то из тональности, уж точно не вылезешь. Была не была. Видите дальний лес? Это гора будет. Ну как? Спасибо. Кстати, я никогда не видел море в живую, но рисовал его с детства. Недаром мой любимый фильм Человек-амфибия. Ну короче, все, что было в памяти о море по картинкам, я начал мазать, как волна пойдет. Подобный сюжет волн я, по-моему, увидел у художника Байрон Пикеринг, по-моему, так его зовут, но не суть. Люди, живущие возле моря, не обижайтесь, если волна не туда пойдет. Вот, минут 20 и подмалевок готов. Цвета, присутствующие от луга, очень помогли. Где на просвет, где в растушевке с новой краской. Можно и так оставить. Бушующая вода, не совсем любит плавность, как, скажем, тучи. Но ведь море вписалось в эти тучи, или тучи в море. Кому как нравится. Если доводить картинку до приемлемого, то я оставил бы этот подмалевок сушиться, и далее работал по сухому. В воде много всевозможных оттенков, и от неба, и от толщи воды, и от переливов света. А чистые акценты, можно сделать звучными, лишь по сухому подмалевку, или толстым слоем, пастозно. Повозился я с часик, с этими волнами. Здесь выход один. Чтобы море с грозовыми тучами, действительно зазвучало, нужна натура, или по крайней мере, хороший фотоматериал. Хотя фантазию никто не отменял. Обычно я выбрасываю картины, которые мне не нравятся, или стираю. А тут, включив воображение, из холмистого поля, получились морские волны. Доделывать этюд не хочу, впечь его. Друзья, я обязательно попишу море по-настоящему. У меня уже большой холст для него готов, и покажу вам. Всем творческих удач, и до новых встреч.